Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я как увидел его, сразу к нему. Думал, может, живой еще. А вы можете что-нибудь добавить? Говорил я ему, ушел бы домой бухать. Здесь ведь шею сломать, взаимело душу. А он, я цирковой. Всю жизнь, говорит, по краю жизни хожу. Вот, так и сказал. Да. Как близко вы были знакомы с Петерпевшим? Не так, что близко. Бывал он здесь, да. По вечерам рыбачить любил. Спасибо. Гришка, продолжай. Ну, а по вечерам, как часто он приходил? Ну, не так, чтобы часто. Ну, два раза в неделю было. Ну, что, время смерти? С трех до пяти утра. Но следов насильственные я не наблюдаю. Хотя, алкоголь в кролушке будет зашкаливать. А это что, что-то интересное? Пока не знаю. Вася там закончил? Вася! Вещи потерпевшего нужно упаковать. Вася там поедет. Да. Ну, спасибо. 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 Все, давай. Невозможно до этого цирка дозвониться. Ну, елый палый. Давай поедем сразу туда. Сейчас на сервис заскочу, заберу машину и доеду. А ты едешь с экспертизой, поторопей. Ладно. Макс, кстати, циркач, слизко твоей работал. Твари, я всем отомщу. Пожалею, да нет, твари. Макс. А, что? Да, извини, я это задумался. Что с Лизкой? Я говорю, утопленный. Выступал с твоей женой. Может, у нее что спросить? А что спрашивать-то? Они больше года не общались. Потом дом, семья, травма эта. Ну, понимаешь. Я спрошу, спрошу. КОНЕЦ 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 Лисенок. М-м. Лисенок. М-м. Где ты пропадала всю ночь? Попадалась по городу. Я тебе записку оставила. Ты не видел, что ли? Видел. Угу. И на пруду была, да? Да. На берегу постоял, успокаивает. А ты откуда знаешь? Я только оттуда. Там ночью утонул. Кирилл Макаров. То есть, как утонул? Он был пьян. Похоже, упал с берега. Потерял сознание и захлебнулся. Господи. Лисенок. 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 Чихо. Послушай меня. Слышишь меня? Ты вчера кричала, что ты его ненавидишь, что ты ему отомстишь. Потом ему звонила. Да, звонила, но он сбросил звонок. Потом ты поехала на пруд и была там как раз в то самое время, когда он погиб. Ты что, ты думаешь, что... Я ничего не думаю. Мне просто нужно разобраться. В чем разобраться? В чем разобраться, Макс? У меня друг погиб. Я с ним полжизни вместе, а ты подозреваешь меня? Я тебе верю. Но другие... Что другие? Другие могут подумать, что ты оказалась там не случайной. Понимаешь? Другие могут подумать. Понятно. А что тянуть тогда, Макс? Лиза. Что тянуть? Давай пиши, что там у тебя рапорт или как это называется. Мол, так и так. Выснил обстоятельства, нашел улики. Моя жена убийца. Давай. Лиза. Давай, давай, поощрение получишь. Дело раскроешь. Лиза, я не это имел ввиду. Лиза, 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 открой, пожалуйста. Я не это имел ввиду. Может, ты видела, что тут? Лиза. Пожалуйста, открой, Лиза. Была, Лиза, видать, своих искала. Оролей, мама. Да что ты тут ходишь, тут прям. Ну, Лизка, больше-то всех, видать, наши-то отшили ее, выскочила вся в слезах прямо к директору. Ну, что он директор был, не знаю, врать не буду, но и ты тоже, пожалуйста. Я могила, мне бы как раз с вашим директором переговорить бы. Так он же уехал. За границу. Гастроли выпивать. Ой, хоть бы раз с собой взяли. Ну, хоть бы разочек. И на кой он тебе? Ваш артист погиб. Кирилл Макаров. Как? Ой, Галя, ты какой? Мне бы адресок семье сообщить. Ну, так нет же у него никого. Он же детдомовский. Вот тут вся его семья. Ну, так может, кто-нибудь из партнеров здесь? Так они же в отпуск разъехались после гастроля. Может, Генка, он тут в общежитии, рядом. Найду. Спасибо. Ой, мамочки. Здрасте, раскрасить. Лизка подослала? Ты пойми, что ты для своих урок начальник. Для меня это никто. Мне как Макаров скажет, так и будет. Макаров вообще-то утонул сегодня ночью на пруду. Как? Как утонул? Я еще не знаю. Пытаюсь разобраться. Ой, ела. Он же меня звал на рыбалку. Подожди, а Вальке ты говорил? Ну, еще нет. Мне в любом случае придется с ней поговорить. Вы не подскажете, где она живет? Знаю, как ты скажешь. Не лезь в это дело. Короче, я сам ей сообщу все. Гражданин Шумской. Я следователь. И мне в любом случае придется опросить каждого из вашей четверки. Ты жену свою опроси. Это ее работа. Заглотил мужика. Еще раз так мою жену назовешь. Да пошел ты. По повестке вызывай, там и будем разговаривать. Со мной как с чужой. Как будто я ему не жена, а... А что же ты хотела, девонька? Ведь ты же о себе думала. Она мужу наплевала. А мужик-то у тебя. Золото. Все, все, все для тебя. А ты все цирк, 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 цирк. Ты пропадил не пропад в этот цирк. Ну, ты так-то уж не горячись, девонька. А я знаю, что делать. Держи. О! И это тоже тебе. Проголодаешься, поешь. А то тебя скоро ветром начнет сносить. Да ладно, что за глупость? И куда только твоя жена смотрит. Ритусик, мы ж вроде договорились. Да? Спасибо. Слепок верни, Макс. Я видела, что это ты его стащил. Что значит стащил? Я следователь. Могу воспользоваться величдоком в любой момент. Особенно, когда ты хочешь скрыть улики. Это же след от твоей машины. Да, Макс? Ты с ума сошла? У Лизы был роман с Макаровым. Откуда знаешь? В цирке очень разговорчивые люди есть. Думаешь, я Макарова из ревности утопила? Думала. Круто. Пока не провела осмотр трупа. А потом ты стал сверять протектор. Потом ты пошел в гараж. Следила за мной? Я боялась за тебя. Я сейчас боюсь, Макс. Хорошо, если у пруда был не ты, значит была твоя жена. У нее мотив есть. Какой мотив? Как Лиза с мужиком-то справилась? Он был пьян. С ним справился. Любой бы ребенок. Все, я не могу эту глупость слушать больше. И кто тебе сказал, что протектор совпал? Послушай, а почему тогда ты не возвращаешь его на место, слепок? Макс. Макс. Это опасные игры. Пожалуйста, верни слепок, он значится в протоколе. Я обещаю, я никому ничего не скажу. И, пожалуйста, разберись со своей женой. Я сердцем чувствую, Макс. Она тебя доведет до беды. Значит, судьба такая. Привет. Привет. Ты голодный? Макс, прости меня, пожалуйста. Я сорвалась так просто. Ну, он не чужой мне человек был. Я виноват. Полез с этими своими дурацкими расспросами совершенно не вовремя. Дамы, прихожу, тебя нет. Звоню тебе на телефон, ты трубку не берешь. Испугался, честное слово. Просто в магазине шумно. Боялся, что меня похитили. Нет, думал, что ты ушла. Не дождетесь, мой капитан. Макс, я хочу, чтобы между нами все было по-честному. Я была у пруда ночью. И я ездила к Кириллу. Я знала его привычки. Он часто по ночам там с удочкой зависает. И вот. Зачем? На отчаяния. Хотела уговорить его вернуть меня в группу, но... Мы просто наорали друг на друга. Я послала его и... И уехала. Во сколько это было? Часов в 12. А потом? А потом я каталась по городу и пыталась успокоиться. Ты мне веришь? Конечно. Почему сразу нельзя было все это рассказать? Ерунда какая-то. Я... Я растерялась. Я испугалась, что ты будешь меня ревновать. Пиши, что я тебе с бывшим изменяю. Макс, ну... Прости, Макс. Да. Ты что в куртке-то сидишь? А, я не знаю. Сейчас сниму. Пирожки? Домашние? Да. Уборщица наша, Ира Павловна, внуком своим печет, ну и нас заодно подкармливает. Садись. Прости. Прости. Сынок, ты чего не спишь, а? Это Рекс не спит. По дяде Максу скучает. Что вы говорите? Ну-ка, иди сюда вместе с Рексом. Макс, он скучает. Ну, хуже ты, дядя Макс. Спи. Он хороший и добрый. И... Хороший. Давай забудем обо всем, ладно? Только ты и я. Я люблю тебя. Что бы ни случилось, помни об этом. Макс. Я хочу ребенка. Я тоже. Держи. Держи. Марта. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, гуси-лебеди! Что у нас по утопленнику? Акт исследования тела. Следов насильственной смерти не обнаружено, но этанол в крови зашкаливает. Две с половиной промилле. Он не хватает контроля потерять. А он что, один так насосался? Ну почему же? Там были не только его следы. Судя по картине на месте происшествия, Макаров был один. Вот еще по воде вилами. Факты нужны кого. Факты. Шевелитесь. Ну, поищите среди рыбаков. Цирковых допросите. Может, у него конфликты были, враги. В цирке сказали, что врагов у него нет. Могут скрывать. Цирк, это еще тот гадюшник. То, что гадюшник, это точно. Там этих змей дрессировано. Слушай, Чигарев, ты давай, не отвлекайся. Нас интересуют люди. Люди. Все зло от них. Короче, выяснить все обстоятельства. Усекли? Так точно. Свободный. Держи. Я во всем разобрался. Лиза действительно была у пруда, разговаривала с Макаровым, но уехала задолго до его гибели. Все проверил. Все сходится, и это обычное совпадение. Ну, ладушки. Хорошо, ты вовремя резину поменял, да? А ты наблюдательная. Ну так, профессия обязывает. Ну да. Спасибо, что не заложил. Неужели ты сомневался во мне? С меня прочитается. Не боишься, что на слове поймаю? Не боюсь. А если так поймаю? Страшно? Да, не бойся ты. Мне от тебя ничего не нужно, Макс Крымов. Просто хочу, чтобы ты знал. Если вдруг тебе понадобится моя помощь, ты можешь на меня положиться. А у кого днюха? Днюха, Макс. Завтра у Петьки. Боб заказала торт, курьер принес. Вот я дурак. Беспамятный. Пока. Пока. А чёрт. Чёрт. Да, привет. Вы, это что, мне? Да, это какому? Конечно, тебе извини. Просто лисёнков не нашлось. Чубакин. Какой хороший. У меня день рождения через месяц. Я знаю. Просто на магазине там какая-то акция, и вот сунули, в общем, эту ерунду. А как твои дела? Дела-дела, нормально. Я была дома, делала уборку, ждала тебя. Хотела твои рубашки постирать. Да вот... Ну да, я же их уже в прачечную отнёс. Ну, не хотел тебя нагружать. Понятно. Понятно. Как дела на работе? А что это ты вдруг проработал? Интересуешься, раньше как-то тебе это... Ну, раньше было раньше. А сейчас мне всё интересно, всё, что с тобой происходит. Так что докладывайте, капитан Крылов. Ну, хорошо. Хорошо, докладываю. Но сегодня был вызван к начальству. По поводу гибели Кирилла. И что же начальство? Начальство считает, что это несчастный случай, но... А ты? Нет, там чисто всё. Просто теперь нужно найти свидетелей, и мне придётся ехать в твой цирк, общаться с твоими бывшими партнёрами. Зачем? Ну, я же объясняю, что там... нужно окончательно убедиться, что это несчастный случай. И всё. Ты не переживай. Всё как бы под контролем. Я не переживаю. Не кляй меня, даже не чёрт. Я не переживаю. Я не переживаю. Я не переживаю. Я не переживаю. Ну, это, я... Я вообще... Ну, просто не каждый день партнёры умирают, я... Садись, давай, выпьем, давай. Спасибо, я на службе. Кирюха так постоянно не варил. Работа, риск... Постоянно на всем отказывался. Что, совсем не пил? Не, ну, как? Громашку-то две, конечно, на праздничек какой-нибудь мог, а вот так, нет. Может, всё-таки выпьем? Извини. Ладно. Ты в себя приходи, и я пока сёмного допрошу. Не получится. Валька слегла. А что с ней? Крыша поехала. Я и Бран Кирюху рассказал, ну, не сорвалась. Явлёнку под руки и в больничку. В больничке сказали, что... Каранты. Всем нам каранты. Что значит всем? Ну, то и значит, Леска поломалась, Кирюха в морге, Валька в дурке. Всё. Вот и нет, грубо. Потом мои гранты. Здравствуйте. Здрасте. Это врач предупреждал, что он придёт. Садитесь, только давайте недолго. Ей вот только что укол сделали. Хорошо. Я Максим Станиславович Крылов. Я знаю, кто вы. Вы меня допрашивали год назад. Вы муж этой твари. Всё из-за неё. А Лиза здесь совершенно ни при чём, и она больше года уже с вами не работает. Всё из-за неё. Как она тогда грохнулась, так всё наперекосяк пошло. Она и вам устроит весёлую жизнь. И всё-таки я хотел спросить о другом. Вы знали, что Макаров на рыбалку пойдёт? Знал. Знал, а будь она проклята. Он ведь в таком напряжении был. Каждый выход, каждое выступление, ответственность за всех. А я знала. Знала. И не уберегла. И не уберегла, мои мои. Господи, позовите сестру. Сестра. Билюша. Знала я. Валя, Валя, Валя. Валя, чик. Валя. Макс, привет. Ну что, ты скоро? У меня для тебя сюрприз. Лисёнок, у нас сегодня усиление объявили. Все на дежурстве. Я очень постараюсь быть не поздно. Ладно, пока. Хорошо. Дядя Максим! Да кто это у меня, да? А кто у нас сегодня родился? Привет. Ну что? Ну, Петька, диверсант. Прости. Кто такой Петька? Петька, Петька, это эксперт наш, Петька Иванов, у него сегодня днюха. Вот мы его поздравили, чуть-чуть, ток. Нехорошо жене брать. Почему брать? Ну как, сказал, что у тебя дежурство, усиление там какое-то, а сам на банкет пошел? Да перестань, как банкет, так чисто символически. Забежали, поздравили, и все. Водички попили. Тебе принести? В холодильнике минералка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну что, готово? Да, исследование пули готово. Сейчас, секундочку, где она не была? Да что ж такое-то, а? Господи, да что за день-то такой, а? Тихо-тихо-тихо-тихо. Макс, ну я его сюда положила. Я не понимаю, куда оно могло деться? Что случилось с ним? Короче говоря, я думала, что у меня еще есть неделя, а я запуталась с этой работой в числах. И сегодня позвонили из Собеса. До пяти мне нужно успеть. Все, в общем, пролетаю, как фанера над Парижем. Так, я не очень понял. В чем проблема? Тебя не отпускают? Да отпускают, Макс. Просто я из-за этого Собеса не успеваю Петьку из садика забрать. И это все? Я-то подумал, тут бог знает что случилось. Ну так давай я Петьку заберу. Ты с ума сошел? А чего? Нет, Макс, это даже обсуждаться никак не может. Нет, ну ты сутками дома не бываешь, тебя жена сутками не видит. Нет, все, вперед, домой, к супруге. Нет. Зря я тебе вообще это все не рассказала. Угу. Нет, ну ты представляешь, вот он. Спасибо. Петьку только жалко. Но я ему клятвенно обещала, что сегодня заберу его из сада раньше. Так, Рита, ты в садик позвони и предупреди, что сегодня я его заберу. Макс. Все. Спасибо. Это тебе спасибо. Пока. Знаете, после операции циклы нестабильные, но хирург мне говорил, что такое возможно. Крайний раз когда были? Крайний раз когда были? Недель шесть назад. Может пять. Я не помню. Не помните? Я просто последний год очень много тренировалась, я хотела... Ладно, не важно. Послушайте, я очень хочу как можно скорее родить. Я знаю, что есть график благоприятных дней и... График овуляции это называется. Угу. Но вам он не понадобится. То есть как? Я что, уже беременна? Если бы. Сначала нужно пролечить дисфункцию, а потом будем разбираться с беременностью. Так, пожалуйста, направление на анализы, ЭКГ, УЗИ. Как только получишь результаты, сразу ко мне. Хорошо. Следующую позови, пожалуйста. Спасибо большое. Честно-честно. Нечестно. А вот так? Так. Ну и все, я тебя съел. Папс! Папс, не хотим вы котлеты кушать. У меня в стаду наружу были котлеты. Надо ели. Я чипсы не наелся. Ходи давай. Не можешь ты меня съесть. Макс, чайник поставь, я вафли попила. Сейчас, секунду, сейчас у вас битва пройдет. Макс, чайник. Да. Сейчас. Сейчас. Макс! Да иду, иду, иду. Ой! Это же братик моего Рекса. А почему братик Петик? Дядя Максим. Ты же мне точно такого же на день рождения подарил. У тебя был день рождения? Когда? Да. В пятницу. Классно было. Столько шариков. Клоун их лапушки приносил. Мы их так хлопали. Правда, дядя Максим? Угу. Правда. Может, щеку попью? С вафельками. Здорово. Принцесса цирка, привет. Привет, Гриша. Чего? На коллег мужа засматриваешься? Без меня эта доска вообще не смотрится. Да, ты был бы главным украшением. Хотя у вас есть симпатичные девушки. Ну вот, например, это на актрису похоже на какую-то. Какая Квольская МИ? Марья Ивановна, что ли? Нет. Маргарита. Маргарита. Красивая Маргарита. Угу. А что, Макс, занят? В суд поехал. Ходатствуй о мере пресечения. У тебя срочное что-то? Позвонить могла, елы-палы. Нет, нет. Я по делам тут была неподалеку. Мимоходом забежала. Думала сюрприз сделать. Да вообще интересно, где вы тут работаете? Ну вот так и работаем. А что это ты такое ешь? Это вас в столовке так здорово кормят? В столовой? Да ты чего? Нет, это известный на весь отдел растягайщики от Ритулина. Угу. На, хочешь? Да нет, спасибо. Слушай, я на маникюр опаздываю, так что была очень рада пообщаться. Пока. Давай, счастливо. Пока. Пока. А может мне с этой Ритой поговорить? А в чем? Ну, а в чем ты с ней будешь говорить? Она так вот прям возьмет и все тебе и выложит. Да. Живой с твоим мужем. Прощу от него ребенка. Пироги ему пеку. Ну, перестань. Перестань. Это же я так. Для примеру. Ну. Ну. Ты хотя бы видела эту Ритул? Один раз. На фотографии. Ну что, ну, мы ж серая обыкновенная. Ей лет сорок не меньше. Вот это вот свои пироги к моему Максу подкатывают. А что ж ей бедненькой остается делать? А? Ее пожалеть только можно. Да-да-да-да. Знающая баба. Через желудок к мужику твоему подбирается к сердцу. Поняла? А ты вот что. Ты возьми и сама научись пироги печь. Да еще лучше, чем у нее. Ну, раз он их так любит. Вы мне поможете, тетя Маша? А то. Ты мог бы с Питькой ко мне прийти. Где лежат ключи от квартиры, ты знаешь. Ну, серьезно, Макс, ну зачем девочку нервировать? Да нормально все. Лизка добрая. В ситуацию вникла. Да и ей самой пора к детям привыкать. А она что? У вас будет ребенок? В перспективе, несомненно. И даст Бог, не один. А то какая семья без детей? Дарит? Воды немного долью. Угу. Давай, давай. Это тебе ни нори, ни прыгать. Тут головой работать надо. Спасибо, тетя Маша. Я тебя как показывала? Край залеплять. Ну-ка. Давай, давай. Вот. Вот. Вот так. Вот. Вот. Тетя Маша. Вот. Красавец. Большому пирогу и рот радуется. Ну что, готов? Готов. Вуаля. Я понимаю. Тебе должно быть страшновато. Но ты не бойся. Тебе понравится. Угу. Я училась у профи. Так. А если что... Спасенье рядом. Макс! Ну что? Не хуже, чем у вашей Вольской? Мне просто Гриша расхваливала ее пирожки, когда я к вам приходила. Угу. Знаешь, у Вольской у нее, конечно, пирожки. А у тебя... пища богов. Правда? Угу. Спасибо. А ты чего мне на работе делал? Я хотела кое-кого увидеть. Очень интересно. Кого? Увидела? Нет. Кого хотела, не было на месте. Но я его до сих пор хочу. И не только видеть. кайф и господи. А? Опа. А-а-а. Опа. 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 Елизавета Викторовна, к сожалению, порадовать вас ничем не могу. Что все настолько плохо? Подождите, может, вы ошиблись? Я была бы рада ошибиться. Поэтому и назначила вам столь тщательное исследование. Но его результаты только подтвердили мои первоначальные опасения. Это что? Подождите, это значит, что я... Да. Что вы никогда не сможете иметь детей. Ах! 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 Поехали! Поэтому оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти Макарова нет. Я квалифицирую это происшествие как несчастный случай. Ну и хорошо. Вот это хорошо. Ну, а по жённому опять ничего? Нет, товарищ полковник. На дно залег. Нигде не светится. Ну, я точно знаю, что он в городе, и я его достану. Ну, всё же, давай без пафоса. Меньше слов, дешевле телеграмма. Ну, информаторов тряси. По подельникам его пройдись. Срок у тебя месяц. Лиза, если за это время ничего нового, кроме он в городе, я тебя не услышу, передам дело другому следователю. Лиза, Лиза, что случилось? Лиза, Лиза, тихо, тихо, тихо. Что произошло? Я никогда не смогу обняться, поцеловать. Господи, ну за что мне это? Лиза, 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 тихо, тихо, тихо. Кого обнять? Кого поцеловать? Что случилось? Я, я, я щенка твоего уронила в окно. Его какая-то девочка забрала, это был твой подарок. Лизочка, ну что ты, в самом деле, господи, я уже не знаю, что думать. Хочешь, я тебе, я тебе новую куплю, а? Хочешь, что куплю? Перестань, всё, успокойся. Успокойся, всё. Любимая, а хочешь мороженое? И вина. Сейчас принесу. Холодно. Огромный торт. Холодно. Напольная лампа. Всё, ты знаешь, я открываю. Да, я давно сдалась. Прошу любить и жаловать. Кузя! Та-дам! До живого щенка, как настоящего, и не решился. Но этот товарищ круче собаки, поверь мне. Правда? Правда. Кузя. Кузя. Я люблю тебя. Я тебя очень-очень люблю. Лиза, а ты как тут? Так я к приятельнице пришла. Мне сказали, что она в седьмой палате лежит. А это какая твоя подружка? Не Сёмина ли, Валя? Да. А, нету её больше. Как нет, тётя Маш? Ну как, выписали, подлечили нервежки и домой отправили. За ней папаша приезжал с целой толпой. Такой солидный человек. Сразу видно, он у неё кто? Не знаешь? Не знаю, тётя Маш. Извините, тороплюсь. О, всё те же, всё там же? Чё царапаешь, писатель? Слушай, если похождение Жёнова издать, это бестселлер будет. Ну-ну. Что ищешь? Да сам не знаю. Любую зацепку, любую деталь, которую на Жёнова увидит. А это дела его дружков-подельников. Они, правда, как приличные люди, уже давно на нарк загорают. А наша сволота на воле бегает. Так, это всё. Дурень, дурень наш Джонный. Выроской заповеди не знают. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Всё, тем всё. Макс, шёл бы ты домой, а? Да я нормально. Я здесь побуду. У тебя же дежурство сегодня? Ну да. Ну, вдворём всякое веселее. Не, ну, конечно, веселее. А ты жену предупредил? А где телефон? Алло, Макс, прости, у меня важная встреча, я потом перезвоню. Кто там? Валя, это я. Надо поговорить. Поднимайся. Девушка! Девушка, придержите, пожалуйста, дверь. Зараза. Алло, да, Чикмарёв слушает. Девушка, дежурного следователя не дёргайте, у нас вон Крылов под рукой. Ясно, всё. Сейчас будем. Макс, Макс, просыпайся. Макс, у нас новый утопленник. Поехали. Граждане в сторону. Сестра не могла дозвониться. Ночью прекратила. Сошла её. Ёлы-палы. Макс, макс, макс. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова